Доброе утро друзья, я такая еще вся помятая, я даже не накрашу, не надо снимать, я только себя, ну, видите, как выступает каждый раз, что не надо снимать. Еще минуту, в 9 утра в багажнике походу ботинки упали, судя по звуку, горнолыжные. Мы едем в Юки парк, это такой горнолыжный комплекс, где есть трамплины, что нам сегодня нужно для съемок. Я сегодня буду снимать горнолыжника, единственное, нас подводит погода, потому что мне для съемок нужно солнце, мы посмотрели прогноз на эту неделю, у меня же съемки только на этой неделе. Единственный шанс увидеть солнце, это сегодня утром, переменная облачность, все остальное, беспросветная мгла, но как бы небо выглядит вот так, понимаете, да, никакого солнца, просто какие-то тучи. Вот, так что, увы, ах, картинка будет не настолько эффектной, как мне хочется, но я с этим ничего поделать не могу, потому что надо подождать, ну, хотя бы дней 10 для того, чтобы поймать солнечную погоду, а у меня этого времени нет, мне надо в воскресенье уже все сдать. Интересно, мы сейчас тут потеснемся, смотрите, так вот грузовик стоит, о, Алишер Мастер по тротуару, ничего себе. Мы заехали на автомойку, потому что Алишер потерял где-то свою шапку, и он предполагает, что он мог забыть ее здесь, поэтому заехали глянуть. О, машинка наша отражается, но не знаю, здесь ли его шапка, если нет, купим новую, она у него одна, это такая, к сожалению, которая ему нравится. Вот, о, смотрите, бежит, что бежит? О, да ладно, здесь оставил? Я тебя поздравляю. Молодец, ура, ура, хорошо вспомнил. А этот чувак решил, что ты к ним на мойку. Смотрите, какой вид восхитительный на город. Мы приехали на склон, это государственный объект, здесь просто измертные не катаются, пропуск нужно иметь. Сейчас будем снимать. Он в красной куртке. Так, Георгий будет помогать. Вот, у него своя школа горнолыжная. Ну, я его еще поспрашиваю, вопросы задам про Артешу. Что, когда, как можно отдавать, а так где-то кучит. Тебя может уж поучить, ты бы застегнулся. Я же профессионал. Ты профессионал. Ну, давай, садись на попус, езжай. Что-нибудь сейчас переоденемся и начнем снимать. Мы едем сниматься. Надо с лидеризатором, если тебе хорошо снимать покатушки на лыжах, оказывается. Ускорить? Ня. Румали? Да. Да. Представься. Меня зовут Георгий Корнилов. Чем ты занимаешься? И сегодня мы занимаемся тем, что обучаем детей лыжам. Вот, Джон, вот я спрашивала, во сколько можно ребенка ставить на лыжи? Ну, вообще, сумасшедший ставят в два. Ну, вообще, самое объективное ставить в три. Когда есть интерес у ребенка. Сейчас я тебя пропущу. Есть. Вот. В три, в три с половиной, в четыре года, и у вас ребенок поедет, как ракета. Ну, кажется, я нашла учителя для Артеши. Артеша уже изъявил желание. Все, помчали. Опа, поехали. Какой растянутый бугель. Так что, кстати, ссылку вам оставлю внизу под видео на Гошу. Это Маша незнакомая, да, говорила? Вот ведь вместе они раньше занимались. Так что, у меня была своя школа горнолыжная. Деток обучать, взрослых тоже можно. Так что, я думаю, в следующем году я знаю, куда я поведу Артюшу с Алишером на занятия. Вот, потому что хочется, чтобы мой ребенок встал на лыжи быстрее меня и катался лучше. Я сейчас себя чувствую лохом полным. Мне кажется, тоже нужно пару рук взять, но я тоже уже следующей зимой обязательно сделаю. Что мы сейчас сделаем? Мы поднимаемся для того, чтобы поменять лыжи. Я все страдаю из-за того, что снег, да. Вот видите, сейчас все засвечено. Это ручный режим, поэтому не подстраивается автомат на освещение. Так что внизу все было темное. В общем, мучение, мучение. И вот, если вы очень присмотритесь, там на фоне домика идут два человечка. Артюша с Алишером. А вот тут занятия проходят, видите? Где-то кучат. Но это не такой склон, на который можно приехать. Блин, вообще ничего не видно. Если ты просто какой-то частник, то есть сюда только составишь школу пускай. Если поймаешь, я возьму тебя на руки. Готово? Поехали. Иди сюда. Иди сюда. Давай. Давай, держись. Не знаю, какой шоу час. Мне кажется, мы уже... Что-то у меня заедают шторки. Уже часа два, наверное, снимают. Эта шапка у меня в снегу, потому что я жертвовала собой ради съемок. И меня снегом поливали, скажем так. В общем, снимаем. Я сижу на трамплине, у меня тут на перчатке камера стоит, жду пока. Куша поднимется, снимаем последний выкат. Я замерзла, как собака. Вот, все мокрое. Вот, все мокрое. Но, надеюсь, получилось хорошо. Очень сложно снимать, потому что вот это небо меня убивает. Солнце нету, все бликует, мгла, контрастности никакой нету. То у тебя темные елки, то у тебя белое небо. Мне надо, чтобы везде был рельеф. Это кошмар. Я не знаю, что с этим делать. Я надеюсь, меня не отправят на пересъемку. Тяжелая некази 106 температура. Короче, все. Сейчас будем снимать на подъемнике. Сейчас оттуда. Вот так он поедет. Так, 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 так. Выкат и вот линия прыжка. Там следующий трамплин нам не нужен. В каком прекрасном состоянии у меня камера после съемок. Все запотевшие. Мокрая, потому что я иду на почту. Ну, точнее, я там уже была в основном отделении. Отправила посылку. И сейчас иду получать какие-то бандероли. Скорее всего, это книжки для Артюша. Артюша, что у меня суснуть по пути. Кому их ли обратно? Долго снимали. Я думала, мы справимся где-то за полтора часа. И я собакусь в 11, но потребовалось 2,5 часа. И что, растянулось это дело? Так, вот это такой черный ход. Так, сюда. Смотрите, кто тут валяется. Да шо ж не надо-то снимать-то все время. Еще он проснулся, мы все покушали. Я, видите, привела себя в порядок наконец-то. И знаете, чего я обнаружила? Я штатив забыла там в Юках. Мне придется туда ехать завтра, забирать его. Я надеюсь, его там никто не взял. Я в администрацию позвонила, попросила его забрать. Мне сказали, мы через полчасика пойдем смотреть у нас обед. Я их сказала, спасибо, я вам попозже перезвоню. Так что, блин, придется еще за штативом мотаться. Хорошо, он мне сегодня не нужен. Я уставшая. Все тоже такие нагулялись. Там же свежий воздух, надышались. Но сейчас мальчики будут играть, а мама сядет за компьютер поработать. Может быть, я успею чуть-чуть помонтировать то, что я сняла, но не знаю. Что происходит, когда вы фотографируетесь все вместе? Нет. Нет? Нет. Ты не хочешь фоткаться? Нет. Да? Нет. Вот так и работаю. Приходится сидеть за монитором, загребать письма, потому что иначе я вообще ничего не успею. Альша, бедный, вырубился. Артеша пришел ко мне, сидит на коленках, у меня рисует. Мама работает, да? Да. А кто сегодня приедет к нам? Кто? Бабушка. Здорово. А что ты с ней делать будешь? Губики снять. А еще? Лев. Это что такое? Лев. Лев? Как лев. Как лев? Да. Как лев? Это что, рычать вы будете? Да. Понятно. Короче, сидит и ждет бабушка часа, четыре-два приедет уже. У тебя хромая машина, понимаешь? Приехала моя мама, Артеша ставит ей невозможные задачи. Катать машину, которая на трех колесах. Ну, давай, кати ее сюда теперь. Ух ты. Мамочка не может, мамочка без сил. Давай ты ее заберешь. Нет. Нет? А что же мы будем делать? Достать машину. Достать машину? Да. Эпохальное событие. Впервые с момента рождения ребенка мы выехали из дома без него. Вау! Ну, что, тусить, да? Прикинь, сколько? Два с лишним года? Два и три? Два года тренировать. Обалдеть. Ну, вот, в общем, остались ребенком бабушке. И едем в спортзал Алишера. Я вам покажу, как он выглядит. Где-то мы все взяли с собой, боксерское снаряжение Алишера. Я свой стабилизатор взяла, все зарядила. У меня все аккумуляторы были разряжены, потому что на морозе снимали с утра. Я вроде все, я пришла, я что-то сидела, так, как это мороженое какая-то, силы кончились. И я смонтировала первый двухсекундный отрезок. Получилось хорошо. Когда я буду монтировать все остальное, я не знаю, потому что сегодня я хочу лечь и спать в нормальное человеческое время. Иначе я просто не доживу до конца недели. Силы мне, ой, как нужны. А, как раз на этой неделе же посмотрим, куда я к любовницам и не ищу. А, да, по всем любовницам прокатимся Алишера. И что еще хотела сказать. Я нашла всю массовку, пять человек, как мне надо было. У меня будет четыре девчонки и один парень. А, где снимать, все, есть. Короче, мне осталось только забронировать зал на воскресенье. У меня одна девочка сказала, что, может быть, она организует. Вот, ну, посмотрим. Они чуть не врезались друг в друга. Это, короче, если она мне сегодня не подгонит вариант, то я сама завтра буду искать и найду мне какой-нибудь нужен, я думаю. В Питере найдется один свободный зал в воскресенье на часик. Смотрите, где мы. Тут сегодня нашла. Стоим, ждем, пока зал освободится. Очень ждем, уже минут 15. Стоим, ждем, ждем. Стоим, ждем. Стоим, ждем, ждем. Девять на полдесятого, я что-то начинаю очковать по поводу завтрашних съемок, потому что зал у меня всего на час, успеть надо примерно столько же, я бы ищу просто немножечко с утра. Очень интенсивный день. Я сейчас чуть не осталась без обручального кольца. А что, почему ты мне показал свое кольцо? Я сказал, я снимаю это не специально, а... А, да, Лешевик говорит, я снимаю кольцо, да, потому что, ну, когда боксом занимаюсь. И тут я вспоминаю, что я сняла кольцо свое, потому что Лешев лупил мне по рукам, ну, легонько. Я держала камеру, чтобы кольцо не билось, а в камеру мне как бы надо было, что он сбивает камеру, снять. И оно валялось на ринге, оно там осталось, я такая, ааа, в машину уже сели, я пулей туда, слава богу, оно там и лежало. Так что я такая, все, мама уже позвонила, такая, где она уже, потому что здесь вечером, мы такие, мам, мы в это, в 9.15 вернемся, ну, в максимум, в день. В 10 таких, в 10, да, ааа, еще, ааа, еще, ааа, приедем. Ну, вот. Так что, короче, я с приключениями. Ну, ладно, хоть не повторила твою судьбу, как ты потерял где-то, неизвестно где кольцо. Ну, тут мне попришлось второе покупать. Фу. Все. Теперь это, надо приехать домой и, блин, реально надо уже спать, хотя хочется монтировать, но я только глокс монтирую и вырублюсь, потому что завтра очень, очень, очень насыщенный день. У меня, у Алишера очень насыщенно сидеть дома и играть с ребенком, пока я там буду везде мотаться. Бензин есть или мало? Он будет заправляться. На наши, да, можно? Там есть, карточка тоже. Ладно, я, наверное, на этом закончу влог, потому что я сейчас приду домой, и Мартюшка, по-моему, еще не спит, он как раз вложил, и потом уже все застает. Поэтому спасибо, что посмотрели это видео, увидимся с вами завтра. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok